Всем привет! Сегодня мы рассмотрим скрипт для создания форм обратной связи на сайтах и лендинг-пэйджис. Данный скрипт является универсальным. Я его написал таким образом, чтобы его можно было подключить абсолютно к любой форме обратной связи, с любым количеством полей. И чтобы не возникало необходимости править mile.php файл, или вы по-другому, если его назовете. Давайте рассмотрим кратко возможности данного скрипта. Индекс.html – это, предположим, ваш какой-то проект или лендинг-пэйдж, в котором присутствует какая-то форма. Так, что нам необходимо для начала? Для начала необходимо подключить jQuery. Он у вас, скорее всего, уже подключен. Далее. В вашем проекте, в общем, где у вас находятся все скрипты, необходимо вставить вот этот код из файла script.js. Этот код отвечает за то, чтобы Аяксом отправлять методом post форму любую на наш файл mile.php. Вам нужно будет изменить селектор формы, который вы хотите обрабатывать с помощью этого скрипта, а также изменить путь до mile.php. Если у вас лендинг-пэйдж и mile.php находятся в корневой папке вашего домена или сайта, то, в принципе, этот путь можно не менять. Так, это все, что касается скрипт.js. Ну, давайте рассмотрим, как работает mile.php, чтобы вы понимали. Во-первых, мы берем метод. Метода два у нас бывает, get и post. Далее, что мы делаем. Если метод post, а у нас метод post, ну, мало ли, вдруг вы захотите изменить на get или у вас какие-то другие будут параметры. Тут два варианта метод post и get. Давайте откроем HTML, индекс HTML. В любую форму, в которой вы хотите применить данный скрипт или плагин, как лучше, вы должны прописать обязательные поля скрытые. Это сайт-нейм, то есть с какого сайта у вас заявка идет. Вы должны прописать email администратора. Сначала, когда я разрабатывал данный скрипт, я email думал прописывать в mile.php. Но, немного поразмыслив, я решил, что mile.php вообще лучше не трогать. И данное значение можно выводить, например, если вы используете какую-то CMS из админки. То есть менять email в админке у вас будет возможность. И из админки email будет выводиться в это поле. Если это просто лендинг пейдж, то вы можете оставить так, как есть. То есть прописать сюда свою почту. Ну, я, для примера, напишу свою сейчас. Сайт-нейм. Ну, это название сайта, например, так и напишем. Название сайта. Форм-сабджект. Это тема письма. То есть, когда приходит на почту письмо, у него есть тема, которая у вас высвечивается в общем списке. Мы, например, напишем «Заявка с верхней формы». Ну, например, «Заявка с верхней формы». Так. Или можете написать, например, «Лендинг оборудования». То есть более развернуто, да? И заявка с верхней формы. И, соответственно, у каждой формы, которую вы применяете, вы можете писать свое скрытое какое-то поле, которое будет на почте идентифицировать, с какой именно формы пришла заявочка. Так. Ну, и дальше у нас идет... Дальше у нас идут уже произвольные поля. Давайте все это дело зальем на сервер. На мой рабочий. Вы на свой, конечно же, зальете. Обновим. Так. И видим три поля. В чем особенность этого скрипта? В том, что вы можете добавлять абсолютно любое количество полей. В дальнейшем мы это рассмотрим. Давайте сначала отправим ту форму, которая есть, например, да? Так. Емейл мой. Телефон. Отправить. И смотрите, у нас всплывающее, что спасибо, отправлено. Если мы пустую, попытаемся, то через required или через какой-то другой валидатор вы можете это все сделать дополнительно. Но в данном скрипте я не вижу смысла в базовой версии это делать. Дальше. Обратите внимание. У нас есть функция don. То есть после того, как благополучно отправилось письмо, у нас идет алерт. Данный алерт вы можете поменять на что угодно. Например, добавить класс скрытому какому-то div, который будет всплывать и в красивом виде вам показывать, что заявка отправлена. Дальше у нас сбрасывается форма, как вы заметили. И здесь можно писать какие-то другие don функции. То есть что вы хотите. Например, redirect. Например, на другую какую-то страницу делать или что-то еще. В общем, здесь можете прописывать. И мы видим, что нам пришло письмо. То есть поля скрытые, название сайта, от кого пришло. И в виде такой оформленной таблички. То есть я в файле mail.php сделал оформление. У нас по всем ключам пост и get-запроса идет массив for each. Здесь необходимые проверки выполняются. То есть если это скрытые поля, то мы их не добавляем в данную табличку. И также сюда вы можете другие скрытые поля какие-то свои добавлять. И в виде оформленной таблички у нас идет заявочка с сайта. То есть эта форма может быть применена, то есть этот скрипт может быть применен к формам с любым количеством полей. Ну, например, вот смотрите, есть форм complete example. То есть здесь абсолютно все поля какие-то кастомные. Давайте откроем исходный код страницы. Найдем, где начинается форм и field set. Я, то есть, для примера скопирую, чтобы вы понимали, насколько универсален данный скрипт. И вставим это вот сюда. На то место, где у нас, собственно, поля. Давайте я еще раз залью. Давайте обновим. И видим, что много-много-много полей. Данный скрипт позволяет сделать так, чтобы вам не приходилось каждое поле прописывать в mile.php. Ну, забьем абсолютно как бы рандомно. Да, здесь, допустим, мой сайт, телефон. Ну, не важно, какие-то значения забьем. Так. Мастер-карт, номер карты, security-код, дата какая-то. И давайте нажмем send. А, name, что-то не то, да? Ну, давайте send нажмем. Все, thank you, форма отправилась. Давайте проверим, как она нам пришла. Так. И видим, что форма нам пришла вся. С абсолютно всеми полями, которые в ней находились. Ну, смотрите, тут есть, конечно, нерусские, да? В основном именуются нерусскими, как бы, поля. Давайте отменим. Так, отменим. Так. И смотрите, name, email, то есть они как бы нерусские. Name. Но вы можете поставить русские. Имя, email и телефон, например. Телефон. Давайте еще раз зальем. Немного неудобно заливать, но, я думаю, для примера можно показать. Давайте еще раз отправим. Имя, email и телефон. Так. И, кстати, что еще хотел бы сказать. Смотрите, если у нас будет какое-то пустое поле без required, оно у нас в общую табличку не попадет. То есть, довольно-таки удобно. Отправим. И посмотрим. И видим, что форма нам пришла уже с русским. Имя, email он так и был. И телефон. Данный скрипт, данный плагин вы можете скачать с GitHub. Ссылка вы найдете в описании. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пока-пока.